Петергоф имеет совершенно уникальную, буквально единственную в своем роде планировку, ибо весь город, его жилые и общественные дома расположены как бы на периферии его же замечательных парков. Ну а сам географический центр этого города составляет Колонистский парк, чья история ничуть не менее захватывающая и богата, нежели история знаменитого Нижнего парка с фонтанами. И вот парк этот колонистский, то есть по которому мы сейчас гуляем, появился гораздо раньше самого города, практически параллельно с моментом закладки на берегу Финского залива, морской резиденции царя Петра, дворца Монт-Плезир и верхнего, ныне именуемого Большим Петергофского дворца. Фильм, конечно, не об этом парке, а о кое-очем гораздо привлекательном, так что не спешите переключаться. Но без упоминания этого парка во вступление не обойтись, тем более, что интересующий нас объект находится как раз на территории парка. И тем более, что во времена Петра Великого никакого колонистского парка не существовало. Вообще здесь был не парк, а болото, наводненное пернатой живностью. Вследствие чего сам Петр и его приближенные любили здесь устраивать утиную охоту. Посему эта местность приобрела свое первое историческое название – охотное болото. Традиция царских охот здесь, в самом центре зарождающегося городка, сохранялась вплоть до конца 18 века. Среди коронованных особ, принимавших в ней участие, числились дочь Петра I императрица Елизавета, ее преемник будущий Петр III, супруга последнего будущая Екатерина II, а также многочисленные придворные. Однако уже при Павле I Петергоф не жаловавшим и на то были веские причины. Ведь именно отсюда, из кавалерского корпуса дворца Монт-Плезир в свое время отправилась в Софья Федерико фон Агельцерпст в Рененбаум, свергать своего мужа, отца Павла I. Ненависть к матери и привязанность к обиенному отцу привели к тому, что Павел предал Петергоф со всеми его дворцами, фонтанами, парками, угодьями, полному забвению, которое продлилось и во времена Александра I, предпочитавшего царское село и Павловск, где проживала его вдовая мать. А вот его младший брат Николай Павлович, будущий император Николай I, наоборот, еще в бытность великим князем Петергоф полюбил и начал серьезную реконструкцию парков. Именно при нем Нижний парк приобрел современный и величественный вид. Именно по его указу был рядом разбит парк Александрия, подарок супруге и сыну, будущему императору Александру II. И фильм о нем готовится. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Именно при нем, при Николае I, зачахшее и заросшее бурьяном, Охотное болото превратилось в уникальный Царицын парк, известный также из-за близости расположения к нему немецкой колонии, как колонистский. И вот только теперь пришло время попристальнее вглядеться в личность основателя этого парка, который мы обозреваем уже более трех минут, Императора Николая I и того, что же такого замечательного он в этом парке сотворил. Ведь именно по этому поводу мы и собрались. Тем более, что парк сей с его уникальной планировкой и постройками в известной степени самая точная характеристика, можно сказать, слепок души этого незаурядного монарха. Надо сказать, что Николаю Палычу в российской, тем паче советской историографии страшно не повезло. Уже в последние годы существования Российской империи на него повесили ярлык жестокого самодура, палачья свобод, жандармы Европы и певцы-убийцы, разумея, естественно, ответственность Николая I за гибель Пушкина и Лермонтова. Помимо прочего, благодаря повести Льва Толстого после бала за императором закрепилось обидное прозвище Николай Палкин, намекающее на его пристрастие к палочной дисциплине в армии. А уж в советское время кто только не оттоптался на его личности. Помимо прочего, вину ему ставили непомерное развитие бюрократизма и взятничества, поломанную судьбу Федора Достоевского, разгром Польши и Венгрии, точнее, революционного движения в этих странах и, наконец, позорно проигранную крымскую кампанию, унесшую в могилу цвет русского флотоводства. Короче говоря, для большинства соотечественников Николай оказался худшим. Из всех возможных правителей. В действительности, разумеется, все было не совсем так. Точнее, совсем не так. Прежде всего, будучи третьим по спершинству, после Александра и Константина, сыном Павла Первого, Николай не только не готовился на царство, но и не хотел этого. Его, впрочем, не спросили. По смерти Александра Первого вдруг вынырнуло заблаговременное отречение Константина. И Николаю буквально из-под палки пришлось брать бразды правления России. И это несмотря на то, что был он запредельным романтиком. Обожал читать Вальтер Скотта и прочие исторические романы про рыцарей. Любил надевать доспехи и играть в турниры с копьями и щитами. Все как в романе «Айвенго». А повзрослев, он станет устраивать эти турниры всерьез. Ради чего в Петергофе даже будет отстроен манеж с конюшнями в стиле поздней английской готики. Вот их-то, кстати, незаслуженно обойденных вниманием туристов, исполненных по проекту Леонтия Генуа, мы сейчас и видим. Английский язык Николай Павлович вдобавок к обязательному немецкому и французскому выучил только ради любимого Вальтера Скотта. А потом, углубившись в средневековую историю англов, в творении Шекспира и прочих Холлиншедов, стал совершеннейшим англофилом. Настолько, что даже посватался к английской принцессе, будущей королеве Виктория. Последнюю, правда, он не очаровал. И вот к чему бы все это. Да к тому, что Николай – пылкий романтик, англофил, поклонник рыцарства, любитель поэзии и истории, не чуждый рисовальным талантом. Впоследствии, кстати, он сам набросает проект дворца «Коттедж» в парке Александрия, в котором мы еще побываем. И вдруг он внезапно и вынужденно принимает корону. И тотчас, по иронии, едва ее не лишается, причем вместе с жизнью и во время присяги, ибо происходит попытка госпереворота, известная как «Восстание декабристов». И это, конечно, накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь императора. Конечно, да, в вопросах правления он, вынужденный самодержец, проявлял строгость и подчас чрезмерную, но в делах семейных продолжал оставаться все тем же романтиком, добрым мужем и отцом. Даже факт того, что нанял он в качестве воспитателя для своих детей, блестящего поэта-переводчика, в известной мере наставника Пушкина, Василия Андреевича Жуковского, характеризует Николая с самой позитивной стороны. Ну и, конечно, стоит к этому добавить все те преобразования, что произвел он в любимой загородной резиденции – Петергофе, где мы с вами сейчас и находимся. А преобразования, по мысли Николая, должны были превратить Петергоф в некое подобие Европы в миниатюре. И, надо сказать, у него это получилось. Зачин, надо сказать, был положен еще его великим прапрадедом Петром Первым, соединившим в Нижнем парке элементы голландского стиля Монплезир и Версаля, Большой дворец, Марли, Эрмитаж. При прабабке Николая Екатерине Второй в дело вмешался английский стиль. Архитектором Кваренги был выстроен английский дворец и был разбит живописный парк, тоже названный английским. Наш герой продолжил английскую тему в парке Александрия, а в колонийском парке, с которого начался рассказ разбитым на месте охотных болот, стал осваивать тему итальянскую от античности до Ренессанса. Болото посреди быстро формирующегося вокруг императорских парков городка Петергофа уже изрядно мозолила глаза. Однако места сие было слишком мало для создания чего-то значительного. Со всех сторон его окружали строения. Решение о том, как именно будет выглядеть благоустройство, было принято Николаем Первым спонтанно. Однажды, находясь в гостях у старшего брата, императрицы Фридриха Вильгельма, между прочим, будущего императора Второго Рейха, в Пруссии Николай Палыч был очарован дворцом Шарлоттенхоф с примыкающими к нему купальнями в римском стиле. Тогда, в начале второй четверти XIX века, после масштабных археологических работ под ножей Везувия, тема античных помпей стала наимоднейшей в Европе, и каждый просвещенный монарх, да и просто человек, имевший изрядный достаток, мечтал иметь за себя некое подобие Помпей. Не стал исключением и наш венциносный герой. Так появился замысел создания античной итальянского уголка в Петергофе, о чем в августе 44-го, естественно, не 1900, сын Николая, великий князь Константин, изволил занести в дневник памятку о том, что папенька подарил маменьке новый царицын остров, и на нем греческий дом с бездной фонтанов. Простим, конечно, цесаревичу это словцо. Греческий. В конце концов, искусствоведение не было его обязательной дисциплиной. На самом же деле, дом сей был выстроен в стилистике именно помпейской виллы, правда, сильно адаптированной под наши северные широты. Впрочем, прежде чем появился этот дом, были насыпаны в, опять-таки, невероятно модной традиции тех лет два острова почти идеально круглой формы по проекту любимого архитектора Николая Андрея Штекеншнейдера. И он же Штекеншнейдер, и вот вы его видите, известный прежде всего как великолепный архитектурный стилист, создал проекты двух павильонов уже упомянутого Царицына, что на Царицыном же острове, и Ольги на павильоне, подаренного средней дочери Николая, принцессе Ольге. И вот, к слову, по Царицыну острову мы уже гуляем две минуты с небольшим, и видим этот самый Царицын павильон. Штекеншнейдер, впрочем, занимался только расчетами и контролем непосредственно. Стройки, сами же проекты этих вилл, принадлежали Николаю Павловичу, изрядному рисовальщику и военному инженеру по первому образованию. По его же воле пол в Царицыном павильоне украшала подлинная помпейская мозаика, некогда подаренная неаполитанским королем Буонапарту, который вмонтировал ее в пол своего дворца в Мальмезоне, позже доставшейся внуку первой жены Наполеона, Жозефина Бугарне, Максимилиану Лехтенбергскому, который, в свою очередь, став зятем Николая, передал мозаику своему тестю. Из других особенностей Царицына павильона стоит отметить, что центр его занимает четырехколонный атриум в римском стиле, правда, остекленный, а стены помещений, включавших личные покои императрицы, были расписаны в помпейском стиле, а мрамор для отделки был привезен из Петербурга с разобранного к тому времени Третьего Исаакиевского собора Ринальти. Также интересным элементом Царицына острова является черещитый дуб, и мы еще его увидим в этом фильме. И вот о дубе этом имеется прелюбопытнейшая история. Долгое время один американец всячески добивался встречи с императором Николаем, и длилось это ожидание несколько месяцев. Американец оказался крайне упорным, нажав на все пружины. Через посла, через министра графа Васильчикова он все-таки добился встречи. И пришел он к русскому царю, просто потому, что хотел самолично вручить ему подарок, привезенный с далекой родины. Желудь, подобранный на могиле Джорджа Вашингтона. Царю подарок страшно понравился. Желудь посадили на Царицыном острове, и он прижился. И каждый год, приезжая на остров, царь интересовался здоровьем своего любимого дерева. Когда же царя не стало, за дубом ухаживала Александра Федоровна, потом Ольга Николаевна, и так вплоть до последних представителей рода Романовых. Более сотни лет прошло с тех пор, как пресеклась монаршья династия. Остров был разбомблен. Сначала в ходе гражданской, потом в Великой Отечественной войне. Но дуб, и это ведь настоящее чудо. Дуб стоит, и специальная табличка на стволе, на цепи золотой, рассказывает, что это за дерево такое. И вот он, этот дуб, во всей своей красе, во всей высоте, и со всеми упомянутыми атрибутами. И в нашем фильме этот дуб является своеобразным сообщением о том, что царицын остров это некая нетрадиционная прелюдия к следующему Ольгину острову. Да, собственно, и направляется сейчас наш взор. Надо сказать, у Николая Палыча было три дочери Мария, Ольга и Александра. Имя первой увековечено в названии Мариинского дворца на Исаакиевской площади. Имя третьей носит Александринский, некогда главный драматический театр империи. Ну а средняя Ольга. Она была любимицей Николая. И именно ей он подарил живописный остров посреди Петергофа. То был свадебный подарок к ее бракосочетанию с принцем Вюнтенбергским. Тут стоит отметить, что к моменту замужества Ольга Николаевна по меркам европейского дворянства 19 века была невестой перезрелой. Ей шел уже 26 год. А случилось это по причине того, что ее августейший папочка слишком придирчиво относился к дочкиным женихам. Причем в отношении Ольги с особым пристрастием, ибо она, как было сказано, была любимицей императора. А женихов не состоявшихся у Ольги и впрямь было много. Сначала молодой красавец князь Борятинский, чей род восходил к самому Рюриху. Однако ж в политическом аспекте этот брак показался Николаю Павловичу недостойным и свадьба не состоялась. Вторым был мой Ксимилиан Баварский из древнейшего рода Вительсбахов, наследник престола и прочее, прочее, прочее. Но он не понравился Ольге и был отставлен. Третьим был австрийский эрцгерцог, то есть тоже претендент на престол, правда, венгерский Стефан Габсбург. Но тут отказали сами австрийцы на сей раз по политическим причинам, ибо недавно усмиренные русскими штыками Николая ленгры грозились новым восстанием, если их королевой станет дочь их заклятого врага русского царя. Был еще принц Фридрих Гессенский, который сватался было к Ольге, но в жены взял все-таки ее сестру Александру. К этому списку еще можно добавить принца Адольфа на Сау, но этот жених при предложенном выборе из двух невест, собственно, Ольге и ее сестры, Елизавета Михайловна, дочери старшего брата императора Михаила Павловича, выбрал не Ольгу. Впрочем, уже тогда поговаривали, что в дело выбора вмешивался сам Николай Первый, продолжавший ревниво оберегать свою дочь от женихов. Кстати, кого из предложенных кандидатур выбрали бы для Ольги вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь мне. А кого выбрала сама Ольга Николаевна, вы уже знаете, и какой свадебный подарок был ей преподнесен, тоже уже увидели. Да, это не дворец и не театр, но сей факт ничуть не умаляет удивительной красоты и гармонии Ольгина павильона. Если Царицын павильон интерпретирует помпейскую, то есть неаполитанскую архитектуру, и вот этот павильон снова перед нами, мы к нему вернулись, то Ольгин еще более южную, сицилийскую. Дело в том, что во время большого путешествия семьи государя по Европе Ольге очень приглянулась Сицилия, а в ней город Палермо, где она прожила целый месяц и где впервые встретилась со своим женихом кронпринцем Карлом. И вот имена особенностей той полермянской виллы, где жила великая княжна, были положены Штекеншнейдером в основу павильона в Петергофе. Как и в Царицыном, в Ольгином павильоне тоже присутствует башня, только в этом случае именно она становится архитектурной доминантой строения по сравнению с античной роскошью Царицына павильона. Ольгин отличается камерностью и интимностью. А вот строительство этого павильона было тернистым. Николай постоянно браковал наработки Штекеншнейдера. Вообще, по мнению Стран-ТВ, Штекеншнейдера за любую работу сильно доставалось от царя-батюшки. В предыдущем видео о Петергофском Бельведере царь обвинял Зодчего в казнократстве. Здесь же в том, что исполнитель никак не может постичь замысел заказчика, то есть самого Николая. И вот из-за этого работы продлились дольше, чем предполагалось. И ко дню свадьбы подарок был еще не окончен. В связи с чем неотделанные стены просто зашили тканью и расписали под штукатурку. Но это не помешало провести здесь молодоженам медовый месяц, который впоследствии Ольга Николаевна назовет счастливейшим в жизни. И после этого как ни крути она и ее супруг уедут в его вотчину в Штутгарт, где обоснуется. Правда, в последующие годы Ольга Николаевна частенько будет приезжать погостить в Россию и всегда неизменно останавливаться в своем любимом павильоне. Что же касается самого Николая Павловича, то именно Ольгин павильон стал со временем его любимейшим местом отдыха и работы. На верхних этажах его были оборудованы кабинеты спальни, где император, устав от пышности и суеты, любил в тиши и уединения работать с государственными бумагами. Периодически спускаясь в садик, пройтись дорогой императора от острова к острову, словом, заняться всем тем, чем мы с вами занимаемся прямо сейчас, насладиться чудесным видом, обозреть окрестности, вдохновиться, набраться свежих сил. И, пожалуй, именно здесь, на этих тихих и уютных островах покоится дух этого славного человека, последнего рыцаря Европы, рыцаря без страха и упрека. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова